я пришел сегодня к российскому посольству чтобы задать вопрос где навальный вот уже почти две недели мы не знаем где находится алексей не знают адвокаты не знают родные не знает никто российское правительство по сути дела скрывает его сейчас и мы даже не знаем жив ли он что с ним происходит мы не знаем будет ли услышан этот вопрос ну по крайней мере он будет слышен в публичном пространстве если я сделаю соответственно репост этого видео значит на это обратит уже внимание наше правительство но отслеживает политических активистов но и самое главное что я выхожу в первую очередь и для себя для того чтобы показать что я неравнодушен к судьбе навального к судьбе политзаключенных к тому что творит российское государство с одной стороны я понимаю что мы ну россия живет в условиях фашистской диктатуры но с другой стороны с этим все равно нельзя мириться в конечном итоге я все-таки верю что в россии придет время перемен режим рухнет так или иначе фашистской диктатуры и мы получим шанс на свободные выборы в которых уже будет иметь возможность участвовать алексей он станет президентом россии для меня навальный это ближайший соратник это надежда на то что в россии может быть человеческое будущее нормальная страна и нормальные человеческие условия существования для всего народа навальный находится в тюрьме уже тысячу 63 дня он находится в незаконном заключении под незаконным арестом он фактически находится в заложниках путина но и этого ему оказалось мало злобная бункерная тварь накануне объявления своего переназначения перекоронации решилась прятать навального чтобы заткнуть его совсем его голос он настолько боится несмотря на то что это удивительно даже у него 21 миллион голосов в дэге у него три дня голосования в том числе на пеньках у него миллионы неизвестных голосов на захваченных территориях украины у него полностью тотально подконтрольные уики-тикий цик но он боится он боится того что алексей навальный приходит в суды и говорит что навальный говорит что-то через адвокатов навальный что-то передает через людей навальный дает свой голос против путина валь adalah призыва от твоих немолчать против путина против войны казалось бы этого человека и что он захватил целиком и полностью Россию узурпировал власть, но он все равно боится. Он сидит и ссыться и прячет Навального от нас, от людей, от родных. Почему? Потому что он знает, что власть его ничего не стоит. Она держится на штыках, что в любой момент все это рухнет. Да, он, конечно же, хочет 17 марта показать единение, ведь кремлевский фюрер хочет показать, что все поддерживают его агрессию против Украины, но это не так. Даже сегодня они проводят собрание Донцова, смешно-то там выключают свет. Казалось бы, у него все кандидаты будут под контролем, но он боится любого голоса против. А это значит, что то, что запустили кампанию против Путина, нам надо ее делать ради Навального, ради того, чтобы мы показали, мы не будем молчать. И говорить, что Путин это зло, что это тотально, правильное зло, несущее зло самой России. Мы, конечно же, задаем вопрос, где Навальный, мы требуем ответить, где Навальный. Мы требуем освобождения всех политических заключенных, потому что понимаем, если они делают это с абсолютно публичным Навальным, то что завтра может быть с любым. Завтра может быть все, что угодно. А значит, мы должны задавать вопросы, требовать свободу политзаключенным. Дело не в том, что пытают, унижают, творят ужасные вещи только на одного человека. Дело в том, что это всем. Если одного человека гнобят, убивают, и всех остальных будет та же самая история, понимаете? Это начинается с малого. Свободу российскому народу, свободу всем постсоветским народам, всем абсолютно. И чтобы мы были сильными обязательно в борьбе с этим злом. Я считаю, что мы должны показывать примером, своим примером, россияне, которые живут за границей, что мы не согласны. Мы должны показывать Европейскому Союзу, всей Европе, Соединенным Штатам, что есть внутри страны, в нашей стране люди, которые не согласны с этим преступным режимом. И, конечно же, я считаю, что надо действовать более слаженно. Потому что, если у нас будет довольно-таки большая группа и довольно-таки большое сообщество внутри Варшавы, то, думаю, поиски власти к нам прислушаются, как, например, белорусской оппозиции. Мы не позволим, чтобы Путин, чтобы то зло, которое сегодня есть на Кремле, знищило так порядного человека и так и других, много порядных, добрых людей. Россия, вставай с дивана, давай мачить Ирана. Нет войне! Нет войне! Покажите Навального живым! Покажите Навального живым! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Не только политзаключенным, но всем целым народам. Нужна свобода, нужна цивилизация, нужны нормальные законы. И я просто требую, и желаю вам всем и нам всем, чтобы это, как быстрее случилось, что свобода пришла, чтобы... Ну нет, она сама не придет. Народы должны взять самую свободу. Ну я знаю, что с оружием воевать это, ну это большое и совсем трагическое решение. Ну может, другого выхода теперь нет. Ну может, надо просто подойти, поехать и помогать украинцам. Теперь они под большим давлением. Сколько еще можно ждать, сколько еще можно смотреть на эту резню? Прекратите эту резню! Прекратите эту резню! Прекратите эту резню! Я когда-то встретил Алексея Навального в Москве, когда-то с ним говорил. И я тут пришел, чтобы показать, что для меня это неравнодушно, что происходит с Алексеем Навальным, и что я поддерживаю его, и что я требую, чтобы всех политзаключенных, а специально Алексея Навального освободить. Я специально хотел от всей моей души передать. Алексей, я тебя помню. Я никогда тебя не забуду и всегда буду приходить, выходить, поддержать. Хотя я поляк, можно сказать, живу в Варшаве, мне все ничего, но у меня все, можно сказать, приятно. Ну, это для меня, я просто не могу этого терпеть. Не могу терпеть этого, что я вижу, что происходит в России. Это одна большая тюрьма. Ну, а ты самый главный, просто политзаключенный. Но я верю, что когда-то, так как в польской истории, когда одним из главных политзаключенных был Юзеф Пилсудский, но как он вышел из тюрьмы, это уже пришла свобода для всей страны. Хотел бы и желал бы тебе тоже, чтобы это также случилось так для тебя. Ночь самая темная, близко к этому, как начинается день. Так что перед этим ночь самая темная. Теперь такой момент. И я надеюсь, что это, ну, просто, мы просто не знаем, как. Так как мы и в Польше не знали, что будет и как этот коммунистический режим покончится. Ну, как это случилось и пришла свобода. Никто не знал, что это так будет. Мы просто думали, ну, какие это выборы, ну, там, ну, может что-то будет. А оказалось, они оказались таким шагом, который не только Польша принесла свободу, но еще принесла свободу многим другим странам в восточной и центральной Европе. И хотелось бы, чтобы каким-то непонятным теперь путем, ну, чтобы это также и произошло в России. Большое спасибо вам.